Всем привет, с вами Картофан, и сегодня я вам хотел рассказать о том, как призвать Леонардо. Давайте начнём. И для того, чтобы его призвать, вам нужно по-хорошему скрафтить специальную книгу, Witches Bruce называется. Здесь всё на английском, но в следующей части я вам расскажу здесь, что да как. Здесь нам понадобится вторая вот эта вот строчка. Переходим вот сюда, и здесь у нас уже идёт вот такой вот список. Здесь у нас понадобится вот эта первая, и получается, что пятая. Первая вот у нас здесь, цветок мандрагоры, адский нарост, слеза богини, алмазное испарение, алмаз и адская звезда. Это всё нам нужно будет кидать по порядку, вот таким вот образом. И последняя, это у нас пятая, давайте перейдём на пятую строчку. Здесь у нас эффект, и вот у нас уровень двенадцатый. Вот у нас призыв Леонардо, здесь нам нужно будет кидать шляпу ведьмы. То есть, получается, мы кидаем цветок мандрагоры, адский нарост, слеза богини, адское испарение, алмаз, точнее, не адское, а алмазное испарение, алмаз, адская звезда и шляпа ведьмы. Всё это мы кидаем по порядку. И у нас призывётся Леонардо. Также нам нужно будет, кстати, пятнадцать тысяч в алтаре. Давайте я сейчас это по-быстрому сделаю. Так, нам нужно будет специальное яйцо, которое называется у нас Infinity Egg. Оно у нас находится... Вот оно, это яйцо. Это яйцо никак не крафтится. Оно доступно только для админов. Ставим его. И вот у нас получается уже не десять тысяч, а сто шесть тысяч. Дальше. Призывать мы его сначала не будем, потому что нам нужно будет сделать специальную зельку. Потому что, если вы будете призывать на сервер, то, скорее всего, у вас не будет работать специальное заклинание, которое не написано в символогии. Называется Авадокедавра. А давайте сейчас вам покажу, как оно делается. И это заклинание будет убивать вообще любое живое существо. Оно делается вниз, вниз, право, право, вверх, вверх, лево, 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 вниз, вниз, право. Вот такая вот у нас фигура должна получиться. И мы стреляем, допустим, в лошадь. И она сразу же будет умирать. Но, если вы будете призывать Леонарда на сервере, то, скорее всего, у вас это заклинание не будет работать. И поэтому вам придется делать специальную зельку. Ну, либо же у вас нету адского зачарования, то вам придется делать специальную зельку. Кстати, эта Авадокедавра тратит около половины вашего зачарования. А эта зелька у нас крафтится из 15 ингредиентов. Вы можете не удивляться, потому что потом понадобится для следующих зелек, которые вы будете сами уже делать, примерно такое же количество ингредиентов. Нам нужен будет цветок Мандрагоры, Адский нарост, Слеза богиния, Светящаяся пыль, Сержень нефрита, Красная пыль, Обсидиан, Лед, Древесный прах, Какао-бобы, Тонкий шелк, Цветок Беладонны, Лазурит, Эндерняк и Шерсть Летучей Мыши. Все это вам нужно где-то будет около 5 штучек. Должно хватить 5 зелек, но может и больше, а может и меньше, как вам, смотря, повезет, как вы будете ими пользоваться. Эти зелья будут наносить большой урон демонам. То есть, если вы будете кидать в себя, то вам будет наноситься маленький урон, но довольно-таки хороший урон демонам. Эта зелья также, она, можно сказать, что не описывается, а именно эффекты все эти описываются здесь. И если вы изучите эту книгу поподробнее, то вы поймете примерно, что здесь, что делает. Эти зелья все крафтятся будут в этом большом котле. И кидаем по порядку все наши ингредиенты. Цветок Мандрагоры, Адский Нарост, Слеза Богини, Светящаяся Пыль, Стержень Ефрита, Красная Пыль, Обсидиан, Лед, Древесный Прах, Какао Бобы, Тонкий Шелк, Цветок Беладонны, Лазурит, Эндерняк и Шерсть Летучей Мыши. Здесь у нас ничто не будет делаться, нам нужно будет собрать все это дело пузырьком. И мы получим Газ Брюв оф Демон Бэйн. Это у нас такой будет эффект Демон Бэйн, как можно заметить здесь у нас третий уровень, так как мы здесь кидали некоторые ингредиенты и они усилили этот эффект. Теперь вы должны будете делать таких зельек около пяти штук. Вы кстати получите с этого котла только одну зельку и думаю вам этого должно хватить. А потом кстати, когда вы убьете Леонардо, с него выпадет специальная урна, в которую вы сможете положить эту зельку и вы сможете ей пользоваться бесконечно. Так, ну что ж, давайте призывать Леонардо. Кидаем Цветок Мандрагоры, Адский Нарост, Слезу Богини, Алмазное Испарение, Алмаз, Адскую Звезду и Шляпу Ведьмы. Теперь сейчас у нас это все закрутится, завертится и призывется Леонардо. Точнее не Леонардо, а Тень Леонардо, потому что Леонардо просто нету. Ну его так можно называть. Шадоу Флеонард. Изначально, когда он появится, он будет не агрессивный и будет просто ходить по вашей территории. Вот, чтобы он стал агрессивным, нужно будет его ударить. И тогда он станет агрессивным, будет создавать различных духов. Вот, и некоторые из этих духов убиваются просто мечом, некоторые просто огнем, а некоторые убиваются именно вот этим вот специальным газбрюфом в Демон Бэйн. Я, наверное, не буду пользоваться Адакедаврой, потому что, скорее всего, у вас она запрещена. И я вам покажу просто, как его убивать правильным способом. Не знаю, давайте броню себе оденем, что ли, потому что... Или нет, давайте все-таки в креативе-то сделаем, потому что здесь мне сейчас будет очень удобно его убивать. Еще что пойдет не по плану, и, в общем-то, это будет очень плохо. Я вам расскажу вкратце. Если вы начнете убить, примерно дойдете до половины его хп, у него, если что, 600 хп, то он станет расти и станет невосприимчивым к урону. Он заспавнит своих духов, и их нужно будет убить. Вы убьете их. Огненных, кстати, можно убивать с помощью набалдажника на огонь из Таункрафта. Это очень удобно, если, конечно, он у вас есть. А так вы можете, например, мечом на заговор огня. Дальше вы кидаете в него эти зельки. Давайте кинем эту зельку, например, в него. И вот, как можно заметить, начинается вот такой вот газ здесь распространяться. И он будет подбиваться. Так, давайте его попробуем убить. Где-то на половине его здоровья он начнет расти. Вот, но у меня он не вырастет, потому что он, как бы, будет не загарен. Так, ну сейчас даже можем, допустим, в него, как можно заметить, у него эффект такой, то, что мы наносим ему меньше урона. Мы можем кинуть в него зельку, допустим, и тогда, как можно заметить, он начинает биться. Начинает гореть. И, кстати, нужно быть очень осторожным, чтобы он не успел сгореть. Точнее, чтобы урна не успела сгореть, которая с него выпала. Потому что, когда вы будете в него кидать эту зельку, то будет такой создаваться огонь. И, кстати, наш домик может сгореть. Все, теперь мы его восстановили. И теперь давайте поговорим о урне Леонардо. Вот так вот она выглядит. Их бывает всего четыре вида. И выпадает из него только один вид всегда. Это урна Леонардо первого уровня. У нее есть один слот. И также вот эти вот символы. Эти символы также дублируются в книге «Ведьмовство. Симвология». Вот 26, 27, 28 и 29 страницы. Здесь показываются такие эффекты, как Каэлум, Баратрум, Ортус и Акасус. По-моему, так. Вот Каэлум. Это у нас есть первая. Смотрите. В урне Леонардо здесь у нас показано, как их делать. Вот это первое заклинание. Вы делаете вправо, вверх, лево, вниз, вниз. Вот. Ну, в общем-то, здесь все это описывается. По-моему, здесь в урне Леонардо есть ошибка. То есть здесь все правильно. Слева направо здесь везде читается. А здесь у нас самое верхнее. Это справа налево. То есть не вниз, вниз, влево, вверх. Как-то не знаю, как там вы будете это делать. В общем-то, здесь нужно вправо, вверх, влево, вниз, вниз. Вот сюда вы сможете положить зелье, которое вы сварили вот в этом вот большом котле. То есть вот эти вот зелья, которые, вот эти все взрывные, делаются в маленьком котле. Они как бы сюда не кладутся. Давайте положим, например, наше вот это вот зелье. И теперь, когда вы будете произносить вот это вот заклинание, которое у нас произносится вот таким вот образом, то вы будете кидать эту зельку. Так. Вот мы кинули зельку. Теперь смотрим в нашу урну. И вот она. То есть она у нас становится бесконечной. Взамен на то, что у нас есть урна Леонардо. И у нас тратится чуть-чуть нашего зачарования. То есть вы не сможете произносить эти заклинания, если у вас не будет зачарования. Чтобы улучшить эту урну Леонардо, вы просто-напросто соединяете две урны Леонардо первого уровня. Потом до третьего вы соединяете уже урну Леонардо второго уровня с первым уровнем. И также с четвертым, только уже здесь третью с первым уровнем вы соединяете. И четвертая урна Леонардо выглядит чуть-чуть по-другому. Ну там у нее текстурка немного сменена. Но здесь у нас будет целых четыре слота, в которые вы сможете положить зельки ваши. И произносить их и бесконечными пользоваться. Это очень удобно. А в следующей части я вам расскажу уже, как делать специальные зельки. И все эффекты. Что означают эти все эффекты, как их делать. В общем-то я вам все расскажу. Также я бы вам хотел посоветовать проект Centremind. Там я играю на сервере Magic World. Заходим, играем. Там есть мод Вичери. Так что если вы не могли найти никак сервер с Вичери, можете туда заходить и играть. Ну а на этом пора заканчивать. С вами был Картофан. Подписываемся, оставим лайки, комментируем. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok